Всем привет, с вами Алексей, он же Crazy Life, и сегодня у нас в рамках, ребят, первого взгляда игрушка Ghost. Призрак. В общем, мы играем каким-то специальным агентом, или агентшей, по-моему, это девушка, и вроде как пробираемся на какую-то секретную станцию, что-то мы там должны сделать. В общем, чем-то мне, знаете, напоминает отдаленно сюжет игры StarCraft, именно дополнение Nova, где Nova, собственно, тоже призрак. Ну что, ребятушки, давайте начнем новая игра. А, видите, имя вашего персонажа или аккаунта. Ну давайте вот просто будет тест. Вот так вот, нетривиально. Да, что-то как-то у меня не очень получилось. Вот, давайте, со второго раза. Отлично, поехали. А, классический режим. А, режим выживания. Хм. Ну как-то странно, почему я выбираю классический режим, мне здесь пишет режим выживания. Режим выживания, классический режим. Хм. Ну что ж, хорошо, давайте тогда классический. Невысокая сложность. Давайте, наверное, я буду ролики скипать, потому что их тут, наверное, будет много. Нажмите вверх. Нажал вверх. Я думаю, если вам игрушка понравится, то вы уже сами посмотрите и ролики, и все остальное. Какой-то Роботрон 3000, что ты привез мне? Сектор чист. Нажмите вверх. О-о-о, тёночка. А вот и наша главная героиня. Ну что ж, хорошо. Итак, у нас есть, ребята, оружие. У нас есть... Да, собственно, у нас мало чего есть. У нас есть ХП. Это что такое? Наверное, численное отображение ХПшки. Ну что ж, хорошо. Нас просят разрушить все ящики. Это, скорее всего, какая-то такая небольшая тренировка. Отходим. Что у нас может Девулька? Может прыгать, присаживаться. А, она может совершать кувырок. И тут у нас есть еще дополнительно инвентарь. Дерево навыков. Отлично. Сюда тыкнуть нельзя. Ну что ж, хорошо. Йенто, хорошо. Все, разбиваем, разбиваем. И проходим до суда. Он как-то капитанит. Дверь уже открылась. Он мне только об этом сообщает. Ну что ж, вот мы в каком-то комплексе. Здесь у нас проход закрыт, поэтому отправляемся выше. Заходим сюда. Здесь тоже закрыто. Что ж. Окей. Тут тоже перекрыто. Давайте выше. Тоже перекрыто. Да что ж такое-то? Я только настроился на то, чтобы здесь, я не знаю, какую-нибудь совершить диверсию. Нашей девулькой. А тут все перекрыто. Куда не сунься. Наблюдай группу роботов. Что ж. Наблюдаешь, это хорошо. То есть, получается, у нас в противниках будут роботы. Чтобы спрыгнуть с платформы, нажмите пробел. Хм, я вроде нажимаю. Как-то... О, во, можно было вниз спуститься. Да стреляй ты в него. Во. Добрый робот даже не подумал. Кто это, что это. И что с ним станет. Так, тут тоже проход закрыт. Что ж. У нас остается только один путь. То бишь налево закрыто. Вот разве что сюда. Консоль. Какой-то кипиш я поднял. Да, будет свет. Такой достаточно забавный платформер. А здесь, здесь у нас еще одна панель. То есть, получается, в момент тревоги они отключают электричество. И, собственно, все наши панели блокируются. Да, да, да. Я за тебя безумно рад. Сохранение. Ну что, ребят, выходим отсюда. Если вашего уничтожат, хорошо. В смысле робота? Мы тоже роботом, что ли, играем? Это же вроде девчуля какая-то. Спасибо. Так бы сразу дверь открыл. Ну, мы же вроде как ходили туда сохраняться. Ой. А вот это уже серьезно. Не понял, а почему турели стреляют по своим же роботам? Ну что ж, так или иначе, мы сейчас выяснять это не будем. Сейчас просто их уничтожим. Хотя, наверное, можно их и не уничтожать. Попробовать пробежать вперед. Но что-то как-то я не хочу испытывать судьбу. Ага, ага. Пробегаем, пробегаем. Все. А мы бы так или иначе все равно не прошли, пока турели не уничтожили. Ох, ничего тут турели сколько. Отходим. Ой, 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 ой. Давайте, ребята, не знаю, попробуем по низу побегать. Потому что там еще сбоку турели стоят. Сейчас будем просто туда-сюда мельтешить. И остаются еще вот эти турели. Фух-фух-фух. Первая турель готова. Вторая. А, кстати, патроны у нас, я так понял, бесконечные. Просто они там через какое-то время набегают. Это очень удобно. И сразу приходят роботы, которые начинают возводить новые турели. Не тут-то было. Ой, еще тут турели стоят. Ничего себе, я не заметил их. Так, минус одна. Отлично. Ну так сложновасто достаточно. В таком месте стоит. Да что ж такое-то? Ээээ. Хрена себе, он быстро так турель починил-то. Вот это поворот. Я не думал, что это так быстро будет. Так, отходим. Уходим, уходим, уходим. А вы ящики можете ломать? Или только я могу? Ладно. Нет времени выяснять. Нет, похоже, их снаряды проходят сквозь ящики. Они их не уничтожают. Сейчас надо поспешить, потому что они сейчас опять эти роботы сделают новые турели. Во. Опять роботы. Да что ж такое-то? Они, я так понимаю, что так постоянно будут появляться, появляться. Поэтому нужно торопиться. Торопиться и не тупить. Закрыто. Давайте сходим сюда. Здесь пропал сигнал. Ничего страшного. Мы и без тебя как-нибудь разберемся. Здесь ничего нету. Хорошо. Спускаемся вниз. Девчуля, вниз. Здесь закрыто. Еще ниже. Турелька. Что-то я активировал. Ох, ничего себе. Что-то. Что-то я нехорошее активировал. Блин. Еще и роботы. Еще как занято. Теперь мы можем здесь пройти. Заходим внутрь. Какие агрессивные роботы. Ну, по крайней мере, они не стреляют. Уже хорошо. Хотя в будущем, наверное, будут еще и стрелять. Пока что они просто бегают и ничего толком не делают. Они бегут обнимашки делать. Но мне их обнимашки не к чему. И ни к чему хорошему эти обнимашки не приведут. Давай сюда, тварь. Так, тихо. Ничего себе, они еще и запрыгивать могут. Круче верчу, запутать хочу. Так, и последняя турелька. А, давайте ящики взрывать. Я так понимаю, что за них дают какие-то дополнительные очки. А может быть, это и есть опыт. Можно там что-нибудь прокачивать. Так, хорош. Ох ты ж, ничего себе. А этот уже стреляет. Нужно уворачиваться. То есть, получается, он стреляет поверху и нужно делать подкат. Чтобы его снаряды не попадали. Как-то он, по-моему, мощно стреляет. Ох, ничего себе. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мало того, что роботы появились, так еще и турели поставили. Ладно, спрыгиваем вниз. Бегаем, 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 бегаем. И осталась последняя. Отлично. Так, ребята, давайте посмотрим, где там эта панелька была. Может, что-нибудь можно уже прокачать. Хм, странно. А, ну да, у нас получается ноль очков. Вот здесь вот пишется. Ну ладно, я так понимаю, что это в будущем будет доступно. Дело в том, что в классическом режиме там, получается, мы оружие не получаем, а покупаем. То есть, получается, нам будут доступны, я так понимаю, какие-то кредиты? Хм, нажмите R. Ох, ничего себе, действительно призрак. Где панель? Это хороший вопрос. А вот и панель, кстати. Стоп. Немножко не туда. Все гениальное просто. Тот чувак вообще испугался, что это произошло. Но не будем его сильно удивлять. Скажем, что тебе просто показалось. У тебя просто глюки. Ты просто заработался. Такое достаточно простенькое, несложное управление. Да, в принципе, игра сама по себе тоже не очень сложная. Но это из-за того, что, наверное, сложность такая. Гениально, по-моему, да? Почему игра простая? Потому что сложность небольшая. И чего? Вселяемся. Платформа опускается. Опа! Опа! Так все четко. И проходим. Проходим дальше. Как-то здесь подозрительно спокойно. Вот в ящичках есть еще какая-то зеленая херобора. Я вот так и не понял. Это для того, чтобы, я не знаю, опыт зарабатывать? Или что это такое? Такс. Значит, у нас, получается, есть гаечные ключи. А это, я так понял, для ремонта. Ремонта чего и кого? Но, видать, у нас хп-шка пополняется с них. Так. Вот это уже интересно. Дор. Ну давай, призраками немножко походим. Шпек. Хорош. Следующего. Удобная штука. Следующего. О, блин, неудачник. Простреливаем ящики и пробегаем до панели. Чпек. Спасибо. Ты мне больше не нужен. Хе-хе. Так, а здесь мы, наверное, не заберемся. Хотя нет, стоп. Там же какая-то панель была. Ну, это все понятно. А как мне туда наверх попасть? Тут же нельзя, как в Assassin's Creed, туда-сюда скакать. Или так, по-моему, можно было делать только в Принсе Перси. Я вот путаю. Йента я путаю. Терминал. Ой. Сейчас, наверное, Турели появится. А, нет, роботы. Ну, кстати, роботы безобидные. Не стреляют, и хорошо. Как говорится, не стреляют, и ладно. Что это за зеленая штучка, которая после них остается, остается... Остается, остается для меня загадкой. Вот такая вот масло-масляная. Ну, кстати, удобно. То есть, если мы, допустим, мышкой ведем влево и стреляем влево, то, собственно, персонаж не поворачивается вправо, если бегу вправо. Вы поняли, что я сказал? Я сам не понял. Хе-хе-хе. Юзаем. Какой-то там анлок. Не, ну это, конечно, спасибо, это хорошо. Что это такое? ХП-шка, что ли? Превосходство. Один. Не будем здесь задерживаться, а то опять какие-нибудь роботы появятся. Так. Один есть. И... 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 Второй есть. Что-то как-то я неаккуратно, по-моему. Очень много ХП потерял. Стоп. Сюда-то мы не зашли. Синяя карта. Хорошо. Наверное, где-то в будущем пригодится. А вот сюда и как раз пригодится. Тук-тук. Есть кто дома? Кто стучится в дверь ко мне? С толстой пушкой на ремне. Это он, это он. Городской почтальон. Хм, удобно. Одной картой и здесь прошли, и там. Ну-ка, давайте вниз сходим. Так, куда-то я не туда. А, это мы, получается, назад возвращаемся. Хорошо. Давайте-ка сюда сбегаем. Как раз этот проход только что открыли. Ящики. Когда же мне уже станет доступно что-нибудь для прокачки? Остается пока что для меня загадкой. Текс. Теперь еще ниже. Ну, конечно. Это все выглядело очень подозрительно. Сейчас опять какие-нибудь роботы полезут. Еще и турелька есть. Ничего себе. Так, с турелью разобрались. Роботы. Погодите. Не чистите. Еще турель. Да что ж такое-то? Ну, кстати, у этой турели очень мало ХП. Это что за херня? Это какие-то бомбы, похоже. Так, здесь я не простреливаю. А вот эту херню можно как-то... Нет, это просто лампочка. Дело в том, что они оттуда вылетают, вот эти бомбы. Но у них не так много ХП. Что, в принципе, меня должно радовать. Минус. Еще минус. Надо что-то с этой турелью сделать. Давайте попробуем вот так вот. Чек. Ну, почти вот так вот. Аккуратненько, если. Хорош. И еще одна бомба. Вот и все. Охрану уничтожили, и все. Вроде как все спокойно, все хорошо. Что это за зеленая херобура? Непонятно. У нас уже тысяча этой зеленой хрени. Ну-ка. Ноль. Может, после прохождения какой-то миссии нам станет доступна возможность прокачки. Ну, то есть, не в самой миссии, а уже после. Допустим. Куда-то я все выше и выше отправляюсь в космос. А мы и так в космосе. Ачивка открыта. Это все, конечно, хорошо, но дайте мне что-нибудь прокачать. Пока что возможности такой нету. Ну-ка. Тук-тук. Ну, конечно, в будущем нам будет доступно и новое оружие, и прокачка. И, в общем, все-все-все. Все-все-все, чего я жду. Но пока что этого нет. Да, я с тобой абсолютно согласен. Нас просят сохраниться. Давайте сохранимся. А в режиме выживания, я так понимаю, что нас там автоматически сохраняют. Ну, или вообще там нет сохранения. То есть, вот как ты бегаешь, так и бегаешь. Что это такое? Что это такое? Какая-то птичка. Ой, что это такое? У нас в панели появилось. Ну, давайте посмотрим. Нужно найти какого-нибудь врага вообще. В принципе, посмотреть, что эта птичка с ним сделает. Ну, наверное, это просто пэт, который бегает, ничего не делает. Но, хотелось бы верить в то, что я ошибаюсь. Вот сейчас, смотрите, если я эту панель заюзаю, опять включится тревога. Вот просто вангую. Я же говорил. Я же говорил. А, кстати, по поводу такого слова, как sorry. Я не знаю, сейчас, наверное, немножко сумничаю, но sorry дословно переводится как не прости, а мне жаль. Ну, типа, I'm sorry, мне жаль. А извини будет слово apologize. Или apologize, правильно. То есть, I apologize, я извиняюсь. Вот такой вот небольшой ликбез английского языка. То есть, а I'm sorry, как привыкли уже говорить, мне жаль. Но это не извини. Сумничал, да? Активируем. Ну. Во. Забираем эти вкусняшки. Правда, какие, к черту, вкусняшки, я даже не знаю, что они делают. Ну что, ребятушки, давайте на этом, в принципе, завершим наш первый взгляд. Вот такая вот игрушка в будущем, повторюсь, будет доступна дополнительное оружие, плюс еще прокачка, но пока что этого нет. На этом все. Ссылка с другими играми в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, общайтесь, вступайте в группу ВКонтакт. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok